Девочки дорогие, давайте погадаем сегодня, чтобы сердце успокоилось на червового короля. Здравствуйте, на вашего червового короля. Я буду сегодня применять игральные карты. Я буду их прочитывать как игральные карты и немного как карты Ленорман. Чтобы гадание было индивидуальное, хоть оно и общее для всех, я в конце посмотрю на картах Ленорман относительно знаков зодиака ваших, чтобы дать вам совет. Но это будет в конце. На закуску мы посмотрим на картах Ленорман советы для всех знаков. А сейчас я сделаю расклад на судьбу червового короля. Вы ли ему по судьбе? Теперь посмотрим, вы ли ему по судьбе. И как обычно, что думает, что чувствует, это традиционное классическое гадание. Что думает, что чувствует, чем сердце успокоится. Вы будете червовая дама, по червовый король, потому что любовь. А он червовый король, потому что любовь. Я еще вас найду. Сделаю преддиагностику пары. Потом сделаем цыганский расклад на тему, что у него в жизни, что ему по судьбе, вы ли ему по судьбе. Чем сердце успокоится и чем все закончится. Я, видимо, вас пропустила. Давайте я буду вот так искать. Вы, очевидно, были где-то в самом начале. Вы вышли первой картой. Вот это да. Вокруг вас крутятся какие-то люди. А это дама пик. И это может быть ваша мама, старшая подруга. Это может быть женщина постарше вас. Либо же, знаете, такая женщина, которая многое прошла, дама пик. Которая настрадалась, многое прошла. Которая знает смысл жизни, понимает. И все пропустила через свой опыт, который было нелегко по судьбе. Это дама пик. Вокруг вас крутится. Может быть, подруга или кто-то из семьи. И вы смотрите на... Это Паш Бубен. То есть Валет Бубен. Вы на него смотрите. Вам интересен какой-то мужчина помоложе. Бубен это может быть мужчина по профессии. Где-то коллега. Либо же мужчина из прошлого. Вы учились вместе. Вы думаете о нем все время. Это из вашей юности может быть человек, который вас вдохновлял на подвиги сексуальные. Который возбуждал очень ваши эмоции. Он был вам очень интересен. И вы до сих пор о нем думаете об этом человеке? До сих пор вы думаете, что он идеальный для вас. Вот с ним бы секс был бы идеальный. Вы может быть не в сексуальном даже с ним общении. Он может быть даже женат на ком-то другом. Либо же вы не знаете, где он. Следите за ним. Может, в фейсбук или что-то такое. Это вы, да? А он, ваш червовый король. Вот тоже интересно, что при диагностике, я вложу вашу карту потом во внутрь колоды. Она интересная, очень и хорошая. Он тоже окружен фигурными картами. Например, король Треф, это может быть его отец или партнер по бизнесу. Или начальник, коллега, друг. Друг, чернявый такой друг, да? Брюнет называется, по-моему, да? Брюнет. Который ему дает советы. Или у них с ним тесная какая-то духовная связь с каким-то еще мужчиной. А смотрит же он у вас на туз червей, он ищет для себя пару. Он хочет быть женщиной. Если даже вы женаты, дорогие, он ищет, может быть, в вашей паре большего понимания. Потому что туз червей, это счастливый дом личный. А мои предсказания всегда актуальны для всех, потому что они раскрывают вам подсознание. Дают возможность исправить там то, что плохо лежит, да? То, что неудобно. И дают вам возможность настроиться на счастливую будущую жизнь. Так что нужно смотреть все. И нужно смотреть так непритязательно. Вот это слово очень правильное для моих предсказаний. Непритязательно. Поскольку я предсказываю только в общем доступе. И это очень серьезно. Это может открыть ваши горизонты, если вы смотрите мои расклады регулярно. Это лечение подсознания и исправление линии судьбы. Просто вам говорю, потому что часто пишут, что вы делаете только для молодых. Нет. Для всех. Для всех. От самого раннего возраста до самого зрелого возраста. Для всех. И все равно, женаты вы или нет. Это все равно открывает психику. Я даже для себя смотрю. Всегда получаю подсказку. Всегда. Хоть я в отношениях с одним человеком всю жизнь. Вот у него есть какой-то король Треф. И он мечтает о счастливом доме. Может он мечтает купить дом. Купить квартиру. Он мечтает о счастливом доме с вами. Я вашу карту вкладываю назад. Мы будем делать цыганский расклад на него. На вашего короля, которого вы загадали. Или какой вам по судьбе идет. Вы можете загадать себе, конечно. Но подсознание ведь знает лучше, что вам нужно. Правда? Вы никак не можете знать, что вам нужно. Для этого мы гадаем. Смотрим на то, чего не видно. Чтобы узнать то, что вам нужно, дорогие мои. Прошлоть немножко мешает. Итак. Что же с ним происходит и что у него будет в жизни? У него много чего происходит. Он человек, конечно, интересный. Амбиции у него высокие. Если амбиции не осуществляются, он просто может уйти в никуда. Если амбиции не осуществляются у него, он может уйти в никуда. Как бы закрыться от жизни. У него есть такая тенденция. Давайте будем смотреть. Это карты его судьбы. Я их буду рассматривать немного позже. Они здесь у меня подождут в своей очереди. Итак. Вы и он. Самая главная ситуация. Он, во-первых, смотрите. У него на сердце, вот это вот дом у него на сердце. Смотрите. Здесь без слов. Вы вышли, червовая дама. И тот же туз червей. Карты готовят, как обычно. У меня это магия. Он хочет с вами счастливый дом. Он хочет с вами счастливый дом. Вау. Он вас обожает. Вот черв, червовая мазь. Это вообще вы вышли у него на сердце. Он мечтает о том, чтобы вас сделать счастливой. И если у него не получается, он может как бы раздражаться. Ваш дом. Что у вас на сердце? А вот видите, как карты гадают. Это необыкновенно. Просто я в восторге. Тот же валет-бубен. У вас на сердце тот же валет-бубен. Понимаете? Это потрясающе. И что у вас связано с ним? Встреча по поздней дорожке. Встреча по поздней дорожке с вальтом-бубен. С каким-то молодым человеком. Или любовником, да? Возлюбленным. По поздней дорожке. Может вы на свидание ходите. Может быть тайна от него. Может у вас есть два мужчины. Это может быть. Либо вы ходите на свидание в своих фантазиях. Что бывает очень часто. Практически у очень многих людей. Получается тайное хождение на свидание. Какому-то вальту-бубен. По поздней дорожке. И это все, что у вас на сердце. Вы думаете о другом мужчине тоже. И знаете, как еще может быть? Вы гадаете на этого короля червового. Потому что вы его любите. Безусловно. Но вы хотели бы, чтобы у него были качества. Вот этого другого вальта-бубен. Вы меня поняли, да? Как бы не все вас устраивает в теперешнем мужчине. И вы хотели бы, чтобы теперешний мужчина имел качество другого мужчины. Из вашего прошлого, скорее всего. Либо же из вашего настоящего тоже может быть. Вот это да. Как интересно, да, получается. Понимаете? Вы с ним встретились, когда и он, и вы были готовы к этому. Десятка это готовы, когда люди к новому витку. Десять, да? Это к новому витку. Вы с ним встретились, когда ваше положение тоже было опечалено прошлыми неудачами. Десять пик это когда перед этим. Все события, которые были, они были не очень-то радужные. И вы надеялись, что именно отношения с этим мужчиной выправят вашу жизнь. Десять пиков. И десять бубен здесь тоже вышло о том, что он и вы. Он, кстати, тоже надеялся, что будет более уравновешенный, урегулированный дом. Насчет финансов тоже. Вы рассчитывали, что будут лучшие финансы. Что в этот раз вы сможете не тратить деньги на ненужные. И он тоже, он тоже, у него есть тенденции тратить деньги на то, что ему не нужно. Десять и десять. Пики бубен. Когда вы встретились оба, желали для себя нового начала. Нового начала. И вам всегда нужно помнить об этом. Вот это такой дом, да. Вот о том, что было в самом начале, всегда нужно помнить, чтобы будущее было самое лучшее. Уходит навсегда от вас то, что должно уйти. Это девятка треф. Треф и шестерка треф. Шестерка треф – это ваше желание сделать какое-то деловое соглашение с ним. Вот чисто сухое деловое. Это уходит. Сухость какая-то уходит, да, с ним. Потому что как-то стало все как dry stream. Сухой источник. Dry stream. Знаете, я делаю чанты, канты. И это вот как сухой. Вы высохли как источник. Вы высохли как источник. И вам предлагается оставить это в прошлом. Вот эту сухость в ваших отношениях. Безжизненность. Оставить это уходит. И девятка треф – тоже хорошая карта, потому что завершает. Завершение вот этого сухости этой. Это уходит. Это очень хорошо, что это уходит. Хотя треф – это тоже масть обновления. То есть одними словами уходит. И вот на основе этого, что это все-таки когда-то был источник любви, будет появляться по-маленьку, по-маленьку новая влага любовная. Влага – это как влага, да, влажная. Это когда жизнь есть. Это хорошо. Что придет обязательно и что может быть придет. Может быть будет дама бубен и трефовый туз. В казенном доме будет какая-то женщина, дама бубен. В казенном доме там может быть предприятие, больница, кино. То есть казенный дом, да, какой-то большой дом. И это не ваш жилой дом. В казенном доме будет бубновая дама. Тоже король туз-треф говорит о каком-то бизнесе с бубновой дамой. Появляется еще дополнительная личность, с которой будет какой-то бизнес, соглашен. Договор какой-то. Какая-то женщина, может, это я, слушайте, да. Это какая-то консультант какой-то. Консультант, который поможет вам разобраться в ваших делах. Консультант какой-то. Будет спасать ваше положение. Придет наверняка. Карты небольшие. Поэтому маленькими шагами нужно идти к счастливому будущему. И это восьмерка пики, девятка бубен. Девятка бубен это очень хорошо. Это значит будут деньги для пары. Видно, что он хотел построить с вами счастливый дом. И не было возможности. Видите, сейчас девятка бубен. Материальное положение с возрастом будет увеличиваться. Он будет состоятельный человек с возрастом. Который все сможет себе позволить. Лишь только мне не нравится здесь восьмерка пик. А это неправильные контакты. Это опасные контакты. Может быть он играет, или он пьет. Или он выбрасывает деньги куда-то. Потому что не знает, каких инвестировать. Не знает, каких использовать. Он якобы укладывает в бизнес. Но девятка, восьмерка, пик, извините, говорит о том, что он все-таки, или даже вы, не умеете распоряжаться финансами. И это одна из причин вашей ссоры. Это денежная причина ваших ссор. Ваших ссор. Потому что, если убрать эту денежную причину, и скажем, у вас, и у него, и у вас есть достаточно средств, здесь любовь и счастливый дом, это только у него на сердце. Вот если бы на сердце вышли деньги, бизнес, бизнес-партнеры, расклад был бы другой. Но на сердце у него только одно. Вот глубоко, там нет ни выгоды он не ищет. Ничего он ищет только с вами жить счастливо. Потому что туз червей это счастливая жизнь. Это счастливый дом. И с кем с вами королева червовая? Теперь посмотрим, может быть, он чего-то боится в жизни. Что ему по судьбе боятся. Конечно же, туз пик и шестерка пик. Он пошел с самого начала неправильной дорожкой. И очень рано в детстве, в юности, он пошел не по той дорожке. Выбрал неправильный путь. Это может быть неправильный путь в профессии. И он... В профессии, да? Неправильный путь в профессии. И он до сих пор жалеет об этом. И до сих пор он переживает и говорит, что все его неудачи начались очень рано в жизни. Этот страх, что вот он раз пошел неправильной дорожкой, теперь уже вся его жизнь перечеркнута. Этот страх его никогда не оставит. Он будет постоянно с ним. Этот страх, да? Что он ненавидит ту же работу, на которую он ходит. Он просто ненавидит туз пик. И он... Он страдает из-за этого. Он считает, что его родители помешали выбрать правильное дело. Или так обстоятельства сложили с детства. Он страдает. Но это страдание связано, скорее всего, с тем... С борьбой за выживанием. С борьбой под солнцем, да? Вы знаете, я не раз повторяюсь. Это очень важно. Я эзотерик. И исторический принцип такой. И для мужчины, и для женщины. Вообще, для человека главное – это развитие себя, а потом уже отношения с мужчиной или женщиной. Понимаете? Саморазвитие. Карьера. Найти свой путь. Найти свой почерк. Найти свое предназначение. Чувствует себя востребованным, популярным. Чувствует себя на правильном пути. Понимаете? Это все важнее, чем отношения. Отношения всегда вторичны. Часто люди, которые придают отношениям самое первое место, самое-самое первое – это люди, которые избегают реальности. Они избегают, как бы, этой прокрастинации. Это часто мы так делаем, когда мы не хотим признать реальность. Не хотим увидеть, что саморазвитие – это очень сложная работа. Очень сложная, но она очень приятная. Она очень приятная. У меня теперь есть канал «Здоровый образ жизни». Я открыла канал, и он как бы продолжение всего того, что я здесь делаю. Потому что все, что я здесь делаю, – это вытянуть вас с какой-то дыры, в которую вы попали. И карты шаг за шагом начинают выправлять вашу судьбу, вам помогать. И я хочу сказать, что все мы, которые придаем отношениям самое-самое высокое место, особенно женщинам, мы на самом деле избегаем. То есть мы боимся. Боимся того, что действительно что-то есть другое, что самое главное. Потому что даже если у вас будет самый лучший, самый верный, самый счастливый мужчина, самый вас любящий мужчина, вы от этого не можете стать счастливее. Это счастье только на короткое время, когда влюбленность есть. А потом, даже если он предан вам, как собака, если вы живете прекрасно в паре, уходит вот это чувство, что ну да, ну и что, а что дальше? А что здесь для меня лично? Как я как личность реализуюсь? И этот расклад это показывает очень-очень сильно, что вы не зацикливаетесь на том, любит-не любит, будет-не будет. Вы у него в сердце, не только на сердце, да, я не зря сказала, в сердце в самом. Вы впечатались в него, потому что туз, червей и вы в его сердце. Вот это его дом, это ваш дом, да. И все, все остальное нужно как бы поддержать его в саморазвитии и самой саморазвиваться. А что это значит? Это вместе находить себя по отдельности. Такие пары обычно очень счастливые, потому что тогда дружеские отношения плюс секс. Дальше. Что дает вам совет какой? Наверное, ему, скорее всего, но вам как паре тоже, потому что я на него раскладываю. Десятка треф. Вот он найдет себя в профессии. Видите? То, что я говорила, вот оно и есть. Десятка треф, он найдет себя в профессии. Треф это, естественно, enterprise, или его жизненное предназначение, его, не то что бизнес, а вот его реализация в профессии. И здесь это новый виток. Это опять один, да? Новый виток. И девятка червей здесь говорит, что и вы будете ему крепким тылом. Девять по нумерологии, это то, что никогда не уйдет. Это то, что основывается на всех цифрах, и девять это финальная цифра. Никогда не уйдете вы у него из сердца. И вы всегда будете его самая любимая женщина. Не волнуйтесь об этом. Теперь начнем себя искать, дорогие мои девочки, потому что в нем можно быть уверенной. Это девятка червей. Девять это то, что всегда будет. Что всегда будет? Черволюбовь. И для него это вообще колоссальный расклад. Это как оберег. Десятка треф, это реализация себя. И девятка червей, он решил для себя, что он нашел женщину своей судьбы. Ему не нужна другая женщина. Что он прячет даже от себя. Вот эта карта покажет, что он прячет даже от себя. Опять пришел король пик. Вот карты как гадают. Вы видели, да? Я при вас все раскладываю всегда. Но даже если бы не при вас. Всегда человек, который работает с картами, он к картам относится как к священописанию. Мы не швыряем карты, мы не ругаемся, когда мы делаем карты. Это все невозможно. Другая энергетика, уже энергетика быта получается. А это энергетика священнодействия. У него на сердце король пик. Он до сих пор, он как будто фантом какой-то. Он выполняет миссию какую-то. Это может его модель ролевая. Это может быть его отец. Если даже отец у него не был ролевой игрой. Может, его отец был пьяницей. Может, был он нехорошим человеком. Но это у него на сердце. Им очень трудно избежать этой судьбы. Потому что это родовая привязка может быть. У него на сердце какой-то король пик. И это тоже карта. Король пик говорит, что он скоро повзрослеет. Вот знаете, это тоже две его части. Одна его часть – это король червей. Это страстный любимый. Это ваш мужчина, который заботится о вас. Который любит вас. А с другой стороны, король пик – это мужчина, который прожил жизнь. Прожил жизнь, многое повидал. И он как у вояка уже, у которого шрамы на теле. Я имею в виду шрамы на душе тоже. У него как у вояки шрамы на душе. И он хотел бы, конечно, для себя... Вот это грусть какая-то, да? Он хотел бы ее переварить. Если это даже грусть по наследству перед от отца, что у мужчин очень часто они начинают повторять роль отца с возрастом. Он это переварит все, потому что будущее у него прекрасное. Интересно, да? А теперь я посмотрю линию судьбы его. Четыре карты вышли. Посмотрите, какие карты. Все красные. Все красные карты. Очень хорошо. Судьба счастливая. У него будет с вами встреча, если вы поссорились, будет встреча с вами. Семь, это будет он к вам идти, будет встреча черва. Это встреча любовная, это будет встреча страстная. Если вы с ним давно вместе, у вас будет больше желания видеть друг друга, как любовь, как радость, как желание быть вместе. Что такое любовь, это просто желание быть вместе. Давайте не будем ее делать романтической слишком. Мы все, половина людей, вообще все буквально из советского пространства, то есть у нас общее, у нас советское прошлое, это и хорошо, и не очень. Мы все застряли в романтической эпохе, понимаете, и в эпохе Шуберта и Шопена, может быть. Мы застряли в эпохе, а некоторые даже в классической эпохе застряли Моцарта и там Ренессанса, потому что мы на этом взрастились. У нас был такой железный занавес, мы не очень-то знали, как мир развивается. Но это и хорошо, он во многом. Мы такие все романтические, но это уже и плохо. Потому что мы видим жизнь, реальность одна, а розовые очки внутри из-за этого. И мы любовь так романтизируем, как поэты это делали. Ну, красиво там Шекспир, да, ой, как это красиво. Нантингейл, Соловей, как это, как Соловей, ой, как это красиво. А еще перевод Маршака, это, наверное, даже для русского уха лучше, чем сам Шекспир, правда? Потому что я знаю и по-английски, и по-русски. Но я хочу сказать одно, не нужно застревать в этом. Это романтизм, это красиво, это эстетика, эстетика, да, искусство. Искусство – это одно, а жизнь – это другое. Нужно это разделять очень сурово. Нельзя застревать в романтизме, потому что тогда мы просто пропускаем жизнь, мы не живем ее. Он застрял в романтизме. Тоже застрял в романтизме. Вот очень много хороших карт. Смотрите, что касается Червовой Масти, девятка, десятка Червовой, Тузь Червовой. О чем говорить? Он всегда, всегда будет считать вас своей женщиной. Он всегда будет вас любить. Всегда. Вы у него на сердце, на всю жизнь. Десять – это новое начало любви, основанное на том, что все, что он делал, он делал с любовью. Даже если вам не всегда казалось что-то с любовью. Но вот хотел он с любовью, в любом случае хотел, да. Бубновая шестерка, конечно, бубен – это ценности. Он увидит вас с новой стороны. Он хотел бы встречи с вами с новой стороны. Он будет стремиться к вам, как к новой женщине. Он хочет с вами обновить все. То есть, знаете, мы говорим, что да, там 7 лет, по-моему, человек полностью другой, но основан на том, что было. Вот в чем дело. Не другой, а основан на том, что было. Вот в чем дело, да. Поэтому, да, он хочет обновления отношений, но нужно не забывать, чтобы было что-то новое. Нужен какой-то эфорт, нужно усилие, иначе будет то, что было. Понимаете, нужно какое-то усилие. Что есть тенденция повторения всегда в жизни. И восьмерка червовая – это прекраснейшая карта. Здесь, в этом раскладе. Она показывает о том, что у вас будет с ним разговор любовный. Любовный. Вообще, смотрите, черва представлена 8, 9, 10, tools. Это и встреча, и разговор, и близость. Это разговор сердечный. Разговор о любви. У вас с ним будет разговор о любви. Он хочет говорить только о любви. Он хочет видеть в вас ваши фишки, вашу изюминку. И он ее любит, эту изюминку. И он хотел бы с вами вообще всегда быть по десятке червовой. И семерка даже червей. И будет свидание с ним. Замечательно, правда же? Здорово. Я сейчас буду брать карты Ленарман, и я посмотрю для вас по знаком Зодиака. Если вы, дорогая моя, если именно вы кто смотрит, но если у мужчины перевернись, а наоборот. Если вы относитесь к огненным знакам, первые знаки по Зодиаку, и это тригон будет, тригон огненных знаков. То есть мы здесь имеем дело с овнами. Уважаемые овны, уважаемые львы и уважаемые стрельцы. Это карта Коса. Пришло время все менять, конечно. Пришло время менять. Все пришло время пожинать урожай. Пришло время видеть его с новой стороны. И повзрослеть в отношениях. Это совет. Это совет от высших сил. Если он тоже относится, как вы, к огненным знакам, вот это особенно актуально. Если вы к огненным относитесь, а он, вот давайте сейчас слушайте внимательно. Если вы относитесь к огненным знакам, а он относится к земным знакам, а к земным это тельцы, девы и козероги. Смотрите, это карта Сад вышла. Высшие силы говорят, между вами будет гармония, взаимопонимание. Это все пока еще огненных касается. Если вы относитесь к огненным знакам, а он к воздушным, а это близнецы, весы и водолеи, карта Луна вышла. У вас слишком гиперактивная чувствительность. Немножко, станьте немножко так, почерствее. Слишком много эмоций, а лишних эмоций в вашей паре. Так видят вас высшие силы. Если вы еще до сих пор относитесь к огненным, это будет еще такая позиция, да? К вы к огненным, а он относится к любым водным знакам, а это раки, скорпионы и рыбы. Вот вам совет. Страсть сумасшедшая. Полнота чувств идеальная. И в вашей паре еще очень много будет хорошего. Здесь не волнуйтесь, здесь совет такой, все хорошо. Вот я сейчас закончила с огненными знаками. Теперь, дорогие мои, это у меня, это моя методика, да? Если вы относитесь, дорогие мои, слушайте внимательно. Если вы, кто слушает, относится к земным знаком, это тельцы, девы и козероги. И если он тоже относится к земным знаком, башня, вам нужно немножко друг от друга отделиться. Вы слишком вцепили друг к другу волосы. Дайте немножко подушку безопасности между вами. Не нужно все время допытываться, не нужно все время выяснять отношения, копать. Вы поняли совет. Еще будет для всех знаков с его стороны, а вы остаетесь земными знаками. Если вы земные знаки, а он относится, если вы земные, да, это было, если вы земные, он. Если вы земные знаки, а он относится к огненным знаком, поняли, да? Он к огненным, а вы земные. Дерево, вы друг другу по судьбе. Этих отношений нельзя было избежать. Это длительные, прочные отношения, продолжайте их. Мы продолжаем к земные, если вы земные, дорогие. Вы земные, а он относится к воздушным знаком. Вы земные, а он относится к воздушным знаком. Карта тучи. Между вами временная размолвка. Будьте терпеливы, тучи скоро пройдут. До сих пор продолжаем земные. Вы земные, а он водные. Вы земные, а он водные знаки. Карта леса. вы еще так пара не нашли свой путь вы не нашли свои правила для жизни вы пока притираетесь и это может 30 лет пройти притирка эти в некоторых парах так сложно так долго и вы скажете мы вместе может по экономическим причинам может быть но там еще какая-то глубокая связь есть вам нужно продолжать искать дорогу друг другу и вы ее найдете вот это моя новая методика я вообще только смотрю по одним знаком обычно до для вас или для него а здесь вот я так более детально этот раз посмотрю как пойдет дайте знать если это вам подходит все здесь просто все просто как по полочкам дальше дорогие мои если вы относитесь к воздушным знаком а это весы близнецы и водолеи если вы относитесь к воздушным и он к воздушным карта гроб он пока закрыт и вы закройтесь не нужно копать там что то такое в этом ящике что только разрушит ваши отношения подождите немножко не копайте не нужно копать оставьте все как есть и нужно вспоминать ему прошлое твоя мама сказала или он ты как всегда ну прикусите язык если вы продолжаете относиться к воздушным здесь будет еще три будет карты а он относится к земным знакам вы к воздушным а он к земным карта клевер у вас будет радость обновление и вообще будет все так хорошо что вы еще удивитесь потому что клевер это удача вашу пару придет удачи продолжаем еще здесь если вы относитесь к воздушным знакам а он к огненным а он к огненным гора это защита во первых высших сил конечно но это тоже препятствие между вами есть препятствия что это значит что невозможно ничего сделать можно сделать нужными стратегию обойти гору или пойти прямо что такое обойти гору это такие отношения где нужно друг друга уступать обойти гору а идти прямо в гору это отношение где каждый говорит я только так умею по другому нет выберите какую стратегию вы хотите с ним поговорите с ним и тогда у вас может быть улучшение вот по карте гора и и можно обойти это строки стратегия немножко я тебе немножко ты мне либо же пойти прямо в гору это ему сказать давай так я буду уважать твои принципы а ты мои посмотрим что из этого получится следующая карта мы вы продолжаете быть к воздушным знакам а он к водным относится маг воздушным а он к водным карта корабль вам нужно поехать где-то в какое-то путешествие в какой как то развлечься нужно вам нужно как-то развлечься быт вы не умеете быт делать вы не умеете делать счастливый быт вы делаете как как когда-то у нас добыт это проблемы это тянем рутину это серость в серость будней до вам нужно развлечься для этого нужно выделить деньги для развлечения где-то может отъехать куда-то развлечься как-то ничего страшного и карты возьму назад следующие знак если вы относитесь к водным знаком а это раки скорпионы и это рыбы если вы относитесь к водным знаком и он к водным знаком карта женщина вот в вашей паре женщина командует и он должен это признать потому что вы сильнее его ментально намного и вы не сможете вот он вас может и говорит что в какой-то там этот сержант в юбке не знаю как еще пусть что хочет уговорит вы ему объясните что вам нужно что себя внутри сломать вы не сможете ему починиться он должен признать что вы личность и только тогда пойдет все нормально если вы относитесь к водным знаком а он относится к воздушным знаком кольцо если еще не в отношениях даст кольцо если брак будет прочнее обязательство свое выполнит вы продолжаете к водным относиться а он к земным сердце он вас обожает любит и будет идти вам на уступки будет выполнять все ваши требования но конечно у некоторых вот они не очень-то хотят легко выполнять хоть он и ну как быть внутри хочет а сверху нет сверху нет потому что у него заморочки серьезные нет психически здоровых людей не нигде нет не бывает поэтому делом расклады если он относится к водным а вы относитесь к огненным вернее на форт извините если вы относитесь до сих пор до к водным а он к огненным он вам по судьбе это карта книга нужно больше узнавать историю друг друга узнавать его семью его мать может быть с матерью его каким-то образом наладить отношения как наладить отношения с его матерью уважение и не копать вы все равно чужой человек невестка да или еще любимая его уважение и не копать и у вас вот будет пары здесь вот в семье где-то какая-то подстава идет в семье и когда вы не будете копать а холоднее к этому без эмоций будет все хорошо вот так у нас вышло сегодня замечательно правда интересно может быть для кого-то это и было и сложно не знаю дайте мне дать дайте мне дать дайте мне знать пожалуйста в комментариях что вы об этом думаете я обычно просто беру 4 карты по знаком зодиака сегодня я решила сделать намного сложнее даже встала фух но что очень много карт считала сразу работа вообще непростая кстати по этой причине может быть у кого-то и желание меня поддержать раз в месяц и если есть финансы несколько долларов это мне очень поможет потому что я же работаю только в прямом доступе в общих раскладах я не принимаю лично так что мою работу мои клиенты не поддерживают как это обычно бывает да по этой причине если вы хотите чтобы я так делала вам вам помогает а мне само это кажется помогает тоже я вкладываясь но тоже вы можете вложиться до финансово вложиться финансово это значит послать мне доллар или два раз в месяц на моем сайте переход на сайт есть по под видео и там же я печатаю для вас эксклюзивный доступ материала которого нет в свободном доступе я печатаю вам это доступ в благодарность за вашу поддержку так что вы в минусе в любом случае не останетесь там будут видео буквально сразу возле доната которые помогут вам и они эксклюзивные специально делают для вас всех очень люблю если вы не можете меня поддержать пожалуйста не волнуйтесь я говорю это только для тех кого есть возможность в которых есть эти палат пару доллара в месяц вот и все так что пожалуйста не волнуйтесь у нее у всех легкая или легкое такое слово не у всех есть деньги другими словами да у некоторых даже не доллара едва я то понимаю всех вас люблю приглашаю вас на мои следующие видео пока всем